всем большой привет и добро пожаловать на мой канал в этом мастер-классе будем вязать плюшевые пинетки зайки на размер 9 сантиметров это где-то на новорожденных и до трех месяцев но все это индивидуально и зависит от ножки малыша у пинеток двойная подошва они очень теплые мягкие и комфортные для вязания нам понадобится два вида пряжи это мерсеризованный хлопок и сама плюшевая пряжа также нам понадобится крючок 2 миллиметра плюшевая пряжа это у меня пряжа ализе здесь в 50 граммах 115 метров это стопроцентный микрополиэстер рекомендуемый размер крючка 2 4 миллиметра все основное я вам уже рассказала и давайте приступим к вязанию и начнем вязать подошву из мерсеризованного хлопка набираем 14 воздушных петель сделаем начальную петлю и набираем 14 воздушные петли 5 6 7 8 9 10 11 12 13 и 14 далее первую петлю пропускаем со второй начинаем вязание начинаем вязать столбики без накида вяжем 6 столбиков без накида со второй петли 1 2 4 5 и 6 6 столбиков без накида провязали далее вяжем 1 полустолбик с накидом делаем накид заводим следующую петлю и протягиваем ниточку через все три петли дальше вяжем 6 столбиков с накидом последнюю петлю где мы будем провязывать 6 столбик с накидом мы будем делать прибавления итак у нас осталась последняя петля провязываем сюда 6 столбик с накидом и в эту же петлю мы будем вязать еще 6 столбиков с накидом и всего у нас в одной петле последний получится 7 столбиков с накидом второй столбик с накидом 3 4 5 6 6 и 7 столбик с накидом в одну петлю провязали прибавление сделали далее мы будем вязать 5 столбиков с накидом же вяжем по одному столбику в каждую петлю 1 2 5 столбик с накидом провязали далее вяжем 1 полустолбик с накидом провязываем через все три петли провязали дальше будем вязать столбики без накида вяжем 6 столбиков без накида в петлю где мы будем провязывать 6 столбик без накида мы будем также делать прибавления и у нас осталась одна петля в нее мы вяжем шестой столбик без накида и плюс еще три столбика без накида всего в одной петле у нас получится 4 столбика без накида и так провязали далее будем вязать 2 соединительных столбика первый соединительный столбик в первую петлю которая у нас получилось от первого столбика без накида и 2 столбик соединительного вторую петлю первый ряд у нас готов дальше вяжем второй ряд набираем 3 воздушные петли подъема и дальше вяжем еще 10 столбиков с накидом начиная со следующей петли то есть три воздушные петли подъема они считаются за один столбик с накидом то есть всего если вместе посчитать у нас получится 11 столбиков с накидом и давайте все столбики провяжем самостоятельно не встретимся 10 столбиков с накидом провязали далее будем делать прибавление прибавление будем делать вот эти столбики которые мы провязывали в одну петлю делаем одно прибавление в одну петлю вяжем столбика с накидом вот сделали прибавление дальше вяжем следующее прибавление в одну петлю 2 столбика с накидом и так мы должны повторить 7 просто и сделать 7 прибавлений в одну петлю вяжем по 2 столбика с накидом вяжем последнее прибавление 7 и вот такой вот мысок у нас получился здесь мы провязали 7 прибавлений столбиками с накидом далее вяжем 11 столбиков с накидом уже по одному столбику в каждую петлю до следующего прибавления на пяточки мы тоже будем делать прибавление таким же образом провязали 11 столбиков с накидом далее будем делать 5 прибавлений в одну петлю вяжем по 2 столбика с накидом одно прибавление сделали далее второе прибавление вяжем в одну петлю 2 столбика с 1 2 и так должно получиться 5 прибавлений вяжем 5 прибавление в последнюю петлю и так все прибавления мы сделали далее делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема и второй ряд у нас также готов далее вяжем третий ряд также мы набираем 3 воздушные петли подъема и вяжем здесь уже 11 столбиков с накидом то всего получается у нас 12 столбиков с накидом 3 воздушные петли подъема считаем за 1 столбик с накидом провязали 11 столбиков с накидом далее делаем прибавление здесь также будет 7 прибавлений только здесь уже делаем прибавление через одну петлю в первую петлю вяжем прибавление в одну петлю два столбика с накидом следующую петлю мы вяжем только один столбик с накидом следующую петлю вяжем снова прибавления второе уже в одну петлю вяжем 2 столбика с накидом следующую петлю вяжем 1 столбик следующую снова прибавление 2 столбика с накидом и так чередуем пока не сделаем все прибавления и все прибавления мы сделали провязали далее вяжем 12 столбиков с накидом до следующего прибавления давайте провяжем их самостоятельно провязали 12 столбиков далее делаем прибавление прибавление делаем также как и на мазке чередуя в одну петлю делаем прибавление в следующую вяжем только один столбик с накидом следующую снова прибавление дальше снова только один столбик здесь у нас также будет 5 прибавлений и так все прибавления мы сделали далее делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема и подошва у нас готова далее воздушная петля и отрезаем нить вот такая подошва у нас получилось но это еще не вся подошва далее нам понадобится плюшевая пряжа берем ниточку и сейчас нам нужно эту белую подошву из хлопка обвязать то есть всего у нас получилось по кругу подошвы 58 петель начинаем вязать а плюшевые пряжи с того места где мы закончили вязать и сейчас нам нужно просто в каждую петлю провязать по одному столбику без накида то есть 4 ряд этой подошвы мы вяжем просто в каждую петлю по столбику без накида ниточки все эти прячем по ходу вязания набираем 2 воздушные петли подъема и со следующей петли начинаем вязать столбики то есть у нас получится 57 столбиков без накида и плюс 2 воздушные петли подъема которые мы считаем за один столбик без накида всего 58 столбиков и здесь уже ничего сложного нету давайте сами самостоятельно провяжем столбики без накида до конца ряда далее мы с вами уже встретимся все столбики без накида мы провязали делаем воздушную петлю и просто сейчас отрезаем ниточку одна подошва у нас уже готова далее нам нужно сейчас связать плюшевую подошву из плюшевой пряжи и вяжем и точно такую же подошву как мы вязали из хлопка без вот этой обвязки то есть у нас подошва из плюшевой пряжи будет состоять из трех рядов а 4 ряд вот это который мы обязывали мы не вяжем и давай сейчас вяжем подошву из плюшевой пряжи самостоятельно и далее мы с встретимся и вот такая вот подошва у нас получилось из плюшевой пряжи дальше мы ниточку не отрезаем а будем пришивать 2 привязывать точнее две подошвы между собой прикладываем две подошвы изнаночной стороной друг к другу и будем присоединять их соединительными столбиками я думаю вы уже заметили что петли из плюшевой пряжи не совсем хорошо видны поэтому эти пинетки мы будем вязать все подсчет все столбики мы будем считать итак прикладываем две подошвы друг другу прикладываем ровненько смотрим ко мне пришел ребенок принес игрушку и так и делаем соединительные столбики протянули петлю и дальше делаем 57 соединительных столбиков то есть первая петля которую мы сделали мы считаем за первую первый соединительный столбик и дальше мы просто вяжем еще 57 соединительных столбиков присоединяем две подошва друг к другу и вяжем так по кругу до конца ряда и давайте сейчас присоединим две подошвы самостоятельно вяжем соединительные столбики итак привязали две подошвы друг дружку подошва получилась настолько очень толстая теплая поэтому малыш точно не замерзнет дальше этой же нитью мы продолжим вязать то есть разворачиваемся уже немножко в другую сторону ниточку просто перетягиваем все равно здесь будет незаметно делаем 2 воздушные петли подъема которые мы считаем за один столбик без накида и вокруг подошвы вяжем 57 столбиков без накида и столбики без накида вяжем за петли которые у нас получились от соединительных столбиков они здесь конечно очень плохо видны поэтому здесь нужно очень постараться как я уже и говорила что все столбики в этих пинетках мы будем считать при вязании поэтому не поленитесь считайте столбики все потому что можно либо пропустить какой-то столбик какую-то петлю либо наоборот связать намного больше столбиков чем нам нужно и давайте сейчас провяжем все столбики без накида самостоятельно до конца ряда 57 столбиков без накида провязали далее делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема далее набираем 2 воздушные петли подъема и будем вязать второй ряд вот какая пинетка у нас уже получается и нашли же второй ряд точно так же как и первый вяжем 57 столбиков без накида 2 воздушные петли подъема мы считаем за один столбик без накида то есть всего получается 58 столбиков без накида вяжем самостоятельно и второй ряд мы довязали делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю и сейчас будем вязать третий ряд третьем ряду мы будем делать уже убавление на мыске еще один немаловажный момент то есть нужно начинать вязать пинетку с того места где мы закончили вязать подошву то есть вот эти вот бортики пинетки нужно начинать вязать столом место где начинаю вязать их я убавление на муске у нас уйдет 20 петель начинаем вязать от начала ряда провязываем 26 столбиков без накида и уже дальше мы будем делать убавление то есть вот до этого вот местом где-то приблизительно до вяжем ну а дальше будем делать убавление сейчас нам нужно провязать 26 столбиков без накида набираем 2 воздушные петли подъема их мы считаем за один столбик без накида то всего получится 27 столбиков без накида если считает 2 воздушные петли подъема и давайте сейчас про вяжем самостоятельно эти столбики до прибавления и дальше мы с вами уже встретимся 26 столбиков без накида провязали и сейчас мы будем делать убавления столбиками с накидом делаем накид заводим крючок доставим петлю провязываем через 2 петли две петли остаются на крючке дальше снова на кит в следующем петлу завозим крючок достаю провязываем через две петли 3 петля остается на крючке и провязываем через все три петли одно убавление мы сделали и дальше делаем следующее убавление таким же образом 3 петли провязываем есть 2 убавление сделали третье убавление сделали всего у нас здесь должно получиться 10 таких убавлений то есть на убавление мы отвели 20 петель и у нас получится из 20 петель 10 убавлений итак все убавления мы сделали вот такой мысок у нас получается и нам осталось провязать 11 столбиков без накида до конца ряда вяжем 10 и 17 дальше делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема провязываем 3 ряд дальше мы будем вязать уже четвертый ряд набираем 2 воздушные петли подъема и в четвертом ряду мы будем провязывать столбики без накида без убавлений вяжем еще 47 столбиков без накида и плюс 2 воздушные петли подъема которые считаем за 1 столбик без накида всего получается 48 провязали четвертый ряд далее будем вязать пятый ряд в пятом ряду у нас будут уже убавления на муске выбираем 2 воздушные петли подъема вяжем также 26 столбиков без накида и дальше мы будем делать убавления сейчас у нас на мысок но уж уйдет 10 петель то есть сделаем 5 убавлений вяжем 26 столбиков без накида 26 столбиков без накида провязали далее делаем убавление убавления делаем таким же образом как и в третьем ряду также будем делать столбиками с накидом и так делаем накид заводим крючок провязываем через 2 петли далее снова накид следующую петлю заводим крючок достаем протягиваем через 2 петли и через 3 петли одно убавление сделали и так нам нужно провязать 5 убавлений второе убавление сделали 3 4 и 5 убавления провязали далее нам нужно провязать 11 столбиков без накида и так провязываем 11 столбиков без накида до конца ряда делаем соединительный столбик 2 воздушную петлю подъема и этот ряд мы провязали вот что у нас получилось все убавление больше нам с кем мы не будем делать далее будем вязать 6 ряд 6 ряд будем провязывать полностью столбиками без накида набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем 42 столбика без накида без накида ну и плюс 2 воздушные петли подъема как мы считаем за один столбик без накида всего получается 43 и так мы довязали 6 ряд далее будем вязать 7 ряд 7 ряд мы будем вязать столбиками с накидом для этого набираем 3 воздушные петли подъема и будем также провязывать 42 столбика с накидом плюс 3 воздушные петли подъема мы будем считать за один столбик с накидом всего получается 43 столбика с накидом давайте провяжем самостоятельно и встретимся когда провяжем этот ряд и так провязали 7 ряд сделали соединительный столбик в 3 воздушную петлю подъема дальше будем вязать 8 ряд рельефными лицевыми и изнаночными столбиками с накидом набираем 3 воздушные петли подъема находим самый первый столбик с накидом и сюда провязываем рельефный лицевой столбик то есть вяжем за сам столбик с накидом вяжем столбик с накидом далее снова накид вяжем 2 рельефный изнаночный то есть заводим крючок с изнаночной стороны и провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом далее снова лицевой рельефный столбик с накидом далее изнаночный и так чередуем вяжем рельефные лицевые и изнаночные столбики с накидом здесь все очень просто если кто вяжет такие столбики в первый раз может показаться что здесь что-то сложное что-то невероятное но здесь все очень просто просто вяжем столбики с накидом рельефные за сам столбик предыдущего ряда и у нас здесь должно получиться 42 столбика с накидом рельефных давайте провяжем самостоятельно и так провязали мы 8 ряд и весь у нас уже получается вот такая вот резинка дальше 9 и 10 ряд мы также будем вязать рельефными лицевыми и изнаночными столбиками здесь уже видно где лицевой а где изнаночный столбик набрали 3 воздушные петли подъема и вяжем рельефный лицевой столбик с накидом и рельефный изнаночный столбик с накидом вот видите он уже здесь выпирает он за него берем и вяжем лицевой изнаночный и так чередуем и давайте самостоятельно сейчас провяжем 9 ряд и 10 ряд то есть два ряда вяжем самостоятельно и так провязала я еще два ряда рельефными столбиками и отрезала нить пинетка у нас уже практически готова осталось связать только ушки и можно смело надевать и носить для ушек нам понадобится тот же мерсеризованный хлопок то пряжи который мы вязали подошву ну а также плюшевая пряжа итак начнем вязание мы делаем начальную петлю и набираем 14 воздушные петли итак все петли набраны далее первую самую петлю пропускаем и со второй начинаем вязание вяжем 7 столбиков без накида 7 столбиков провязали дальше вяжем 6 полустолбиков с накидом так нам осталось провязать 6 полустолбик с накидом и в эту же петлю мы будем делать прибавления вяжем еще четыре полустолбика с накидом всего в одной петли у нас получится 5 полустолбиков с накидом прибавление провязали далее вяжем 5 полустолбиков с накидом же в каждую петлю по одному полустолбику 5 полустолбиков провязали далее вяжем 7 столбиков без накида 5 полустолбикс 6 полустолбиков 5 полустолбик вяжем 7 autant 6 полустолбик вяжем 9 полустолбик Analytics вяжем 7 столбик без накида и в эту же петлю провязываем еще один столбик без накида дальше делаем соединительный столбик в первую петлю еще одну петельку воздушные отрезаем нить дальше это ушка мы будем обвязывать плюшевой пряжей будем вязать просто в каждую петлю по столбику без накида всего здесь получится 31 столбик без накида начинаем вязание с той петли на которую мы закончили вязать белой пряжей и так заправляем ниточку делаем две воздушные петли подъема и вяжем все нити которые торчат на прячем по ходу вязания здесь также ничего сложного нету просто в каждую петлю по одному столбику без накида и давайте сейчас привяжем самостоятельно все столбики и дальше мы с вами уже встретимся пушка я провязала ниточку здесь я отрезала и забыла оставить кончик нити по длине и для того чтобы пришить уж как пинетки и этот кончик нити я сейчас спрячу и просто пришлю сразу два ушка одной ниточкой которую я оставлю с другого ушка и так нам осталось связать еще одна такая же ушка и пришить пинетки ушки я уже пришила в принципе к этим пинеткам можно сделать любые ушки но я захотела сделать ушки зайчика еще думаю их пришить чуть чуть повыше чтобы они не свисали а стояли торчком но у меня на этом все если мастер-класс был для вас полезным не забывайте ставить пальчик вверх а также подписываться на мой канал если вы еще не подписаны а я вас буду продолжать радовать своими новыми мастер-классами всем желаю творческих успехов и до новой встречи в новом видео пока пока в следующий день и и и и и и